Всем большой привет! Подписчики, люди интересующиеся новинками техническими. Идет заготовительный сезон для того, чтобы заготовить фрукты, овощи и другие вещи на зиму длительную. Сушинка! Показываю вам способ, как превратить обычную электрическую печь, которых в каждой семье очень множество. В данном случае печь электрическая мечта в полноценную сушинку. Эта печь имеет термостат, встроенный на духовке. Идет настройка как раз вот этого термостата на температуру. На 50 градусов я настраиваю его. Момент включения. Для того, чтобы эта печь стала полноценной сушинкой, необходимо вентилировать ее пространство во время сушки. Встраивать сюда вентиляторы, как в обычных сушинках. Вот у меня сушинка, допустим, Марта. Она имеет встроенный вентилятор снизу. И который продувает все эти поддоны. Тогда нужно будет конструкцию печи самой менять. То есть, встраивать где-то сзади вентилятор. Я придумал простую вещь. Каким способом превратить эту печь в мечту, в эту сушинку. И при этом оставить все ее функции без изменений. То есть, она потом эксплуатируется, как обычный духовой шкаф. И имеет все те же самые функции для приготовления пищи. Для этого придумана вот такая вставка. Вставка между дверцей печи и самой печью, в которой встроен вентилятор. Я потом подробно вам расскажу, как он устроен. Вот эта вставка. Этот вентилятор помогает быстрее намного прослушивать продукты, которые расположены внутри печи на поддонах. Вот сейчас, в данное время, я настраиваю термостат, потому что он немножко по-другому работает. Он встроен в самой печи. С этой вставкой он уже по-другому. Цифры на 50 стоит, меньше 50. Вот он включается, термостат. Выключены по контролю лампе. Можно очень точно выставить температуру. И замеряется температура внутри сушилки с помощью пирометра. Вот у меня внутри на поддонах, внутри сушилки, где-то 38-39, около 40 градусов внутри. Можно очень точно отстроить. Как она устроена, вот эта вот вставка. Вот я сейчас убираю вот эту вставку и покажу, как она устроена. Она поджимается амортизатором резиновым для того, чтобы фиксировать вот эту самую доску. Затем дверца открывается, и она спокойно вытаскивается. То есть печь начинает выполнять свои обычные функции. Как она устроена? Это доска. В данном случае есть фанеры. У меня натуральная фанера. Размером 48 длина. Это для мечты. 48 ее длина и 14 сантиметров, 13 сантиметров ее ширина. В эту доску врезан вентилятор. Вентилятор у меня взят от старой микроволновой печи. Вентилятор обдува. Вот он. Он просто встроен в эту доску, прикручен на 4 болта. И для циркуляции по рассверленной отверстия задней стенки. Этот вентилятор подключается с помощью провода. То есть он осуществляет как раз циркуляцию нужную нам воздуха. Вот такая простая конструкция, которая позволяет существенно повысить производительность сушки. И можно сушить начинать от 30 градусов. То есть этот термостат настраивается очень точно. Для этого вы предварительно должны его настроить. А сушенка, вот она, готовая. Спасибо всем за внимание. Заготавливайте. Субтитры сделал DimaTorzok